Детали трагедии раскрывают следственные комитеты. Они знают и Альбина Менебаева. Огромные суммы за отопление. Отопление пришло 4,5 тысячи только за декабрь месяц. В коммунальных платежах разбиралась Анна Городнова. Повышением род и соцподдержка сельским мамам. Молодым женщинам, проживающим на селе не менее трех лет. Когда ждать новых пособий и повышения зарплат? Своя среди своих. Я не чувствую, что я приемная семья. Чем живет семья из Балтасинского района, приютившая одинокую 80-летнюю женщину, выяснял Рамиль Шайдулин. Громкое нижнекамское убийство во всех деталях. Сегодня правоохранители назвали имя подозреваемого в убийстве 28-летней Гульшат Котенковой на лыжной базе. Данила Котенева задержали накануне. Он признался в совершении преступления. По его словам, в тот день он был пьян, а Гульшат встретил на лыжной базе, потому что заблудился. О новых деталях преступления Альбина Минебаева. На территории лыжной базы в Нижнекамске третий день неспортивный ажиотаж. После громкого убийства сегодня здесь следственное мероприятие. Главный подозреваемый в убийстве 28-летний Гульшат Котенковой сам показывает и рассказывает, что происходило в последние моменты жизни девушки. За что вас задержали? Подозрение убийства. Оперативники уголовного розыска задержали его по месту жительства. Причем только летом прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где с 2009 года отбывал свой срок за изнасилование. Данил Котенев уже признался в содеянном. Стали известны и подробности его личной жизни. 37-летний мужчина работал недалеко от лыжной базы. Руководство от комментариев отказалось, а вот сотрудники даже не могут описать коллегу. Я его и не помню, то, что неприметный. Просто не помню. Данил Котенев занимался установкой пластиковых окон, вот таких вот обычных, которые можно встретить в каждом доме. Он был постоянно в кругу людей, поэтому жертвами могли стать и клиенты компании. Следствие уже установило, что в тот роковой день между ним и Гульшат завязалась обычная словесная перепалка. Подозреваемый направил на женщину газовый пистолет и потребовал, чтобы та прошла в кирпичное строение неподалеку от лыжни. Здесь мужчина принялся избивать женщину, в том числе нанес ей несколько ударов горлышком от разбитой бутылки. Гульшат нашли зарытый в снегу, так Котенев пытался скрыть следы преступления. Обвиняемый уже был судим за изнасилование. В июне прошлого года он освободился, а через несколько месяцев снова попал в пули зрения полиции. Тогда его тоже подозревали в изнасиловании, однако он выдвигал свою версию происшествия. Предложил ей свою помощь подняться, она как бы отказалась и начала падать. И когда я пытался ее удержать, она начала вырываться. Тело Гульшат Котенковой было обнаружено 10 января. Спустя несколько часов поисков семья в трауре с ее мужем удалось связаться лишь по телефону. Я очень всем благодарен за поддержку. Ребята мы из мечети, которые собрались отпевать ее, то есть молитвы читали, кем-то собирал деньги. У Гульшат остался маленький ребенок, а Котенев признался в Садзейном. Завтра Следственный комитет Нижнекамска планирует ходатайствовать об аресте. Расследование уголовного дела продолжается. Альбина Минибава, Данил Филатов, Алсуар Русланова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск, Казань. До 31 градуса мороза обещают синоптики в Татарстане в ближайшие сутки. Максимальная температура воздуха днем составит минус 16-18. В течение дня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, на дорогах возможно образование гололедицы. С опаской казанцы ожидают эти холода и не из-за страха замерзность. За относительно теплый декабрь они уже заплатят на тысячу рублей больше за отопление. Почти в два раза выросли платежки за тепло в счетах-фактурах. Декабрьский температурный плюс почему-то дал и плюс в счетах-фактурах, в горячих счетах, разбиралась Анна Городнова. Невозможно спать. Вот приоткрыто. Батареи приходится накрывать одеялами, чтобы сбить градус. В квартире пенсионеров 26 выше нуля. Им выгодно. Чем больше они, куда будут никого, тем больше будет. 4 508 рублей 33 копейки. И это только за отопление. Больше половины суммы от всей счет-фактуры придется выложить на тысячу больше, чем за ноябрь. А ведь морозов не было. Если я заплачу за квартиру, то у меня оттанется от пензи всего 4 тысячи. Если в одной половине дома на восстании 58 люди мучаются от жары, то в другой половине, наоборот, в квартирах холодно. А платят здесь так же, как соседи. Батареи здесь, тут уже ледяные. Прям вообще, только тут греют и все. Почему в одних квартирах одного и того же дома жара, а в других холодно, в управляющей компании Московского района пока не комментируют. Так же, как и вопрос с начислениями. Ощутили на себе изменения в платежках практически все казанцы. В советском районе за однушку выложат на 400 рублей больше, в Новославиновском на 500. В уютном доме ссылаются на погодные условия. Декабрьская среднемесячная температура на 6 градусов ниже, чем температура за ноябрь месяц. Тепло мы с 2015 года платим по факту. То есть, 1,8. Раньше мы равными долями платили. Теперь сколько дома потребил, столько и оплачиваем. По общедомовым приборам учета. Удивились платежкам за декабрь не все казанцы. В каких-то домах в Казани сумма и вовсе не изменилась. Даже меньше, чем в том месяце. Так же, как и в ноябре было. Что происходит в сфере ЖКХ, не понять никому. Если теплый декабрь дал плюсом тысячу рублей, то что даст холодный январь? Ведь тарифы не повышались. Еще в конце года Владимир Путин призвал отрегулировать зашкаливающие платежи за ЖКХ, чтобы управляющие компании платили штраф за необоснованные счета. Должны будут не просто сделать перерасчет, а заплатить еще плюс 50% за неправильно выставленный счет. С качеством штрафа, можно сказать. Прецеденты в Казани уже были. Несколько лет назад жильцы одного из домов Новославинского района добились перерасчета. И теперь управляющая компания начисляет за услуги меньшую сумму. Жильцы же дома на восстание написали коллективное письмо в прокуратуру республики с просьбой разобраться в горячих платежах. Анна Городнова, Алина Мусина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Табор уходит в Страсбург. Международное продолжение нашла история с выселением диаспоры цыган из Айшинского сельского поселения. Напомним, год назад власти потребовали снести их незаконные самострои. Дома снесли, но никто не предложил альтернативы. Теперь на дискриминацию и принудительные выселения цыгане пожаловались в Европейский суд по правам человека. Каждый третий татарстанец получает соцподдержку. Республика вторая в России по уровню зарплаты и на шестом месте по уровню безработицы с одним из самых низких показателей. Сегодня на итоговой коллегии Министерство соцзащиты Татарстана оценили результаты прошедшего года и поставили цели на грядущие. Главной, самой долгожданной новостью стала новая мера соцподдержки в республике, которую поручил разработать Рустам Мениханов. Когда же татарстанцам ждать новых пособий и повышения зарплат, расскажет Лина Зинатульна. Подшить мужу брюки или сшить дочке платье? Мама девочки-инвалида Лилия Шахабиева за прошедший год научилась этому бесплатно. Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации помогает семьям. Очень даже удобно. В это время, пока мы занимаемся, нас обучают. В это время нас с ребенком занимаются. И таких мер соцподдержки в республике 79. Их получают больше миллиона человек. Новая выплаты при рождении первенца семьям, где ежемесячный доход не больше 13 с лишним тысяч. На пособие в Татарстане уже подписалась первая семья Тарасова из Балтасинского района. Очень большая поддержка. И это еще не все. В республике по инициативе президента Рустама Мениханова будет новая мера социальной поддержки. Долгожданная. В соответствии с поручением Рустама Мениханова практически в течение месяца следует разработать и принять пакет документов, предусматривающих введение в республике дополнительных мер социальной поддержки при рождении первого и третьего детей, молодым женщинам, проживающим на селе не менее трех лет. С нового года минимальный размер оплаты труда примерно 9,5 тысяч рублей. Это даже меньшее прожиточного минимума. Но с 1 мая показатели сравняются. МРОД догонит отметку в 11 с лишним тысяч. Это уже инициатива Владимира Путина. Ее он озвучил буквально накануне на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОД и прожиточный мир. Мы это сделаем. Мы движемся в рамках майских указов президента. И, соответственно, вот все те плановые показатели по доведению до 200% отдельных категорий работников, это врачи, научные сотрудники и так далее, до 100% от средней заработной платы. Безусловно, меры по повышению заработных плат бюджетников будут приняты. Что касается внебюджетного сектора, мы будем, безусловно, регулировать это республиканскими соглашениями. По уровню зарплат республика уже среди лидеров уступила только Пермскому краю. В среднем татарстанцы получают 31,5 тысячу. Остановились и на проблеме задолженности по зарплате. Долги по заработной плате на конец декабря имели 24 организации на общую сумму около 62 миллионов 600 тысяч рублей. Прошу применять самые серьезные меры воздействия. Нашли работу через центры занятости. В этом году 45 тысяч татарстанцев. Большая задача трудоустроить инвалидов. К 2020 году работать должен каждый второй из них. Лина Зинатольна, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Одним из крупных и добрых проектов министерства в прошлом году стал проект «Приемная семья для пожилых». Его уже поддержали 37 татарстанских семей. Теперь здесь живут приемные старики. Так, например, 80-летняя идея Жилина из Челнов переехала в Балтаси. История счастливой старости у Рамиля Шайдулина. Идею Николаевну подводят зрение, но слух никогда. Она дитя войны. Поэтому и репертуар сплошь военные песни. Катюша, Смуглянка у деревни Крюково. И ни одной песни про семью. Говорит, без мужа осталась еще молодуха и детей тоже нет. Волнение даже чуть-чуть. Немножко есть. Уже год идея Жилина живет в Больших Лызях. К себе в деревню Григорьевы привезли ее из Челнов. Где у бабушки не осталось ни жилья, ни родственников. За год с небольшим никто так ее и не навестил. Меня сразу как-то приняли так, тепло. Я не чувствую, что я в приемной семье. Григорьевы оформили опекунство над, по сути, старые знакомые. Многие годы они дружили, а переехать предложили, когда идее Николаевне стало тяжело одной в Большом городе. Но не всем эта идея казалась правильной. У некоторых были такие, как бы, зависти. Я говорю, все, я надумала, и я уже все, обратного шага не буду. Если говорят в спину, значит, идешь впереди. Теперь это их семейная кредо. У нас в районе, это первая семья, которая у нас создалась. И мы очень рады, что в ней все в порядке. Психологически друг другу они очень подходят. Никакие квадратные метры и никакие финансовые стороны не заменят. Именно их взаимоотношения добрых. Бабушек и дедушек не по крови, но судьбе в Татарстане берут к себе с 2017 года. По специальной программе «Приемная семья для пожилого человека». Сегодня в республике уже 37 таких семей, решивших, если не усыновить, то окружить заботой пожилых. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ДНВ, Болтасинский район. Вы смотрите «Новости Татарстана» и вот о чем далее. Что объединяет районного прокурора, инстаграм и звезд татарской эстрады? Пытаюсь уйти от этого официоза. Современным прокурором познакомилась Лейсан Сабирова. Сила почерка. Стали вдруг все нищими. О чем сегодня пишут мэтры Чаяна. С выставки Ильдуса Азимова. Рамиль Шайдулин. По всей России продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Напомним, документы в Центр избирком подали 15 самовыдвиженцев и 21 кандидат от политических партий. Сейчас они занимаются сбором подписей для официальной регистрации. Как это проходит, в Татарстане проинформирует Силават Мухаммадуллин. Здравствуйте. Что у вас здесь? Здравствуйте. Здесь можно оставить подпись в поддержку кандидата. Главное – иметь с собой паспорт. Это один из пунктов сбора подписей в пользу Владимира Путина в Зеленодольске. Процедура подписи занимает пару минут. Сегодня среди подписавшихся в первые часы работы – медики, работающие пенсионеры и военные. Я поставил подпись за Владимира Путина, потому что он поднял армию довольствия военнослужащих и стал подставлять квартиры. Большой вклад сделал. Для России он очень большой вклад сделал. Так что я очень ему благодарна. Лучше жить-то стали, чем в 90-е. Я застал 80-е и 90-е. Ну, спокойно говори, где-то, куда хочешь, делай, что хочешь, работай, где хочешь. Ну, что, свобода во всем. Нижнекамский район, да? Да. Такие пункты работают в пяти городах республики. Всего их 12. У нас все так хорошо. Поэтому от души, от чистого сердца человек пусть для нас служит и работает. Я его уважаю за все его поступки, за все его действия. Для меня это человек просто с большой. Покупает инициативу именно его, да, поддержку семьи, детства, программы различные интересные. Сбором подписей занимаются волонтеры. Руслан Кирикмасов за стойкой четвертый день. Ежедневно по полсмены. Вчера, вот я, сколько помню, было 23 подписи за нашу смену. Есть еще вторая смена. Мы по 4 часа. Сегодня открылся предвыборный штаб кандидата от партии Роста Бориса Титова в Казани. Об этом в социальных сетях сообщила глава татарстанского штаба бизнес-омбудсмена. У другого кандидата от партии Яблоко Григория Явлинского сбор подписей на организованном пункте проходит в Казани. В Зеленодольске, в Альметьевске, в Азнакаево и в Ксубайском районе их собирают мобильные волонтеры. Как сообщили нам в его избирательном штабе, по всей республике на 16 часов этого дня собрано 1104 подписи. У претендента на пост президента страны от партии Добрых дел Екатерина Гордон, по информации из ее штаба, в Татарстане организованного пункта нет. Напомним, сбор подписей завершится 30 января. Самовыдвиженцам за это время необходимо собрать 300 тысяч подписей, а кандидатам от непарламентских объединений 100 тысяч. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, на сегодня в поддержку действующего президента собрано 408 349 подписей. Сбор подписей в пользу Владимира Путина продолжится. По словам пресс-секретаря, необходимо иметь определенный задел. Словат Пахмадулина, Александр Лобанов, Уадгайсин, Рафаэль Ракипа, Булат Шефигулин, ТНВ, Зеленодольск, Нижникамск, Альметьевск, Казань. Центральная избирательная комиссия информирует на 126 заседании ЦИК. В качестве кандидата на должность президента страны зарегистрирован Павел Грудинин, выдвинутый партией КПРФ. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом после Владимира Жириновского. Регистрацию получили также уполномоченные представители партии Российский Общенародный Союз. Удостоверение о регистрации выдали доверенным лицам кандидатов в списке Владимира Путина 259 человек. Среди них и татарстанцы, заместитель председателя общественной палаты Тимур Халиков, руководитель гоночной команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин и гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзадар Уденко. Также зарегистрированы 17 доверенных лиц Григория Явлинского и 61 от Владимира Жириновского. Олицетворение силы и справедливости государства. Но сегодня всех работников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил премьер-министр Татарстана. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства, говорится в поздравлении. Также Алексей Пишошин пожелал всем работникам и ветеранам органов прокуратуры Республики Татарстан крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности. Закрытие сотни запрещенных сайтов, борьба с картофельными поборами, прием населения по скайпу, яркими инициативами и нестандартной формой работы известен прокурор Кукмарского района Решат Шакиров. Профессиональный праздник с современным прокурором познакомилась Лисан Сабирова и спросила, зачем ему Инстаграм и общение с эстрадными исполнителями. Люди в синих мундирах в строю с раннего утра. Да-да, заходи. Работа начинается с постановки задач. В электронной форме поступило к нам обращение. Сейчас немедленно надо приступить к проверке. 485 человек к нам обратились в прошлом году в прокуратуру. Это на 15% больше, чем в прошлом году. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки люди, жители района доверяют органам прокуратуры. Решат Шакиров по праву претендует на звание самого мобильного прокурора в районах Татарстана. Да, прокуратура слушает. На вооружение взял открытость и доступность. На связи лично 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в социальных сетях. Теперь даже в Инстаграм. Открыли официальный сайт прокуратуры Кукмарского района. Через этот сайт можно в электронной форме направить обращение прокурору. Обращение рассматриваем в обычном порядке. Мы также завели свой Инстаграм-аккаунт Кукмарпрок. Решат Шакиров решит проблему даже в самых недоступных уголках района. Решили выйти в народ, так скажем, и стали проводить выездные приемы граждан. У нас в районе 110 инвалидов-колясочников. 36 инвалидов Великой Отечественной войны. Пытаюсь уйти от этого официоза. Повысить эффективность помогает тесное межведомственное сотрудничество. О нем отозваться могу как о принципиальном профессионале своего дела. Всегда отзывчивый, чуткий. Разрушать стереотипы в работе Решат Шакиров начал еще на должности прокурора Апастовского района. После 5 лет перевели в Кукмар. Это он, автор нашумевших прокурорских инициатив. Закрытие 300 запрещенных сайтов, ликвидация санкционных гусей, пресечение картофельных поборов, выплата 14 миллионов за должности по зарплате на одном из предприятий. Решат Налича я могу охранять, как достойного своего дела профессионала. Под его чутким руководством работает наш слаженный коллектив. Перезагружать мозг помогает спорт и аудиозапись с любимыми исполнителями. Так что не удивляйтесь, если скоро Элвин Грей или Ферзус Тюмаев будут привлечены к профилактике правонарушений. Восемь номер защитника на льду. Плавит лед в звездном составе. Хоккеистов, силовиков, лучшей команды района, ветеранов Кукмара. В команде он проявляет себя настоящим лидером, поэтому как бы мы все вокруг него сплотились. Обладатель золотого значка ГТО Решат Шакиров всегда готов к труду и защите прав граждан и законов. Лисан Сабир, Ваймер Зальшев, ТНВ, Кукмарский район. Обсуждение вступления в Союз журналистов России, обновление музея, проведение съезда и празднование векового юбилея. Таковы планы Союза журналистов Республики на этот год. Сегодня журналисты принимали поздравления в преддверии Дня российской печати. Альбина Солгараева побеседовала с коллегами. Они лицо интернет-сми на татарском языке. Сегодня за высокие рейтинги, профессионализм, награды и благодарственное письмо. Электронная газета Интертат на татарском языке признана самой популярной в стране. По статистике Life Internet, Интертат Татар в этом году, по итогам последнего месяца, стал самым популярным татароязычным СМИ, новостным СМИ в мире. У нас 55 800 уников. Существует мнение, что татароязычные СМИ работают в какой-то узкой нише. И вот мы каждый день пытаемся бороться с этим мифом. Каждый день мы даем новые темы, совершенно новые для татароязычной аудитории. Причем это не переводные какие-то материалы, не перевод новостей, а именно наш уникальный контент. Поздравление награды в честь Дня российской печати, который завтра. Ацгасафара вручил почетные награды и отметил, что именно журналисты формируют образ республики в глазах жителей других регионов и страны в целом. Задача у нас единая. Работать на благо населения, на благо длительной республики. Знаковым станет этот год для работников. Впера еще и потому, что предстоит столетие союза журналистов республики. Планов много. В этом году у нас год съездовский, 18-й год. Мы готовимся одновременно и к съезду, и к столетию союза журналистов. На съезд планируем вынести как один из главных вопросов о взаимоотношениях с союзом журналистов России. Тенденции такие уже пошли к объединению во всей стране. И делегатам будет предложено обсуждение вопроса, как эти взаимоотношения сделать более прочными. В планах также необычный эксперимент. Союз журналистов и союз велосипедистов этим летом отправятся по маршруту Путукай. Таким образом собираются популяризировать туристические маршруты, связанные с именем великого татарского поэта и публициста Габлоя Тукая. Альбина Слагараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Пишу, что видят. Сегодня в Казани открылась крупнейшая выставка карикатуриста Ильдуса Азимова. Это его селяне, стражи порядка и мужья с женами уже больше 30 лет разговаривают с читателями со страниц журнала «Чиян». Какой он, тот, кто всегда оставался за страницами журнала, пытался разглядеть Рамиль Шайдулин. Тот самый случай, когда автор такой же, как свой персонаж Шурале, Азимов считает своим вторым «я». Такой же задира также отличается от остальных. Это и помогло когда-то выточить свой собственный Чаяновский почерк. Смелый, резкий и неизменно яркий. Позиции вот того времени критики и так далее, юмора и анекдотов. Первая карикатура, которая вышла в Чаянии про сытых и голодных коров. Художник говорит, что тогда в 80-е и многих волновало именно сельское хозяйство. С 90-ми пришла совсем другая социаловщина. Вот, например, про ваучеры. Но карикатура жива и сегодня и реагирует на совсем новые вызовы. Нет жизни без розетки. Дела насущные художник по-прежнему объясняет в рисунках. Вот, словно кандалами, человек скован ипотекой. Вот, чебурашку и гену вытесняют западные герои. Карикатурист, как и журналист, пишет на злобу дня. Жизнь меняется, конечно, и поэтому, говорится, мы не отстаем. А вот эта карикатура, это как бы показ жизни, средств этой жизни, вот чем живет. Говорить о настоящем уже не страшно. Карикатурист творил и в застой, и когда менялись эпохи. Первый шарш вышел еще в 83-м, и так без перерыва. О политике, семейном укладе, работе, законах, простых людях. Знает историю татарского народа, этнографию, его быт, его, это, такие вот, смешные стороны жизни. Знает и показывает, поэтому и любим аудитории, то, что с 80-х остается с художником на одной волне. И о серьезных вещах предпочитает говорить со смехом. Рамиль Чайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Далее о спорте, о погоде я прощаюсь с вами до вечернего выпуска, он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. Боливия встречает участников Дакара, но не все команды добрались до второй части знаменитого ралли. Российский гунщик на квадроцикле Сергей Корякин досрочно завершил выступление в этом году. Его машина ударилась о дюна, и Корякин сломал руку. Погода также преподносит неожиданные сюрпризы, и участников ждали скользкие извилистые дороги, а также опасные обрывы и каньоны. В отличие от предыдущих дней, первая десятка расположилась по результатам практически в 10 минутах. Экипаж Дмитрий Сотников на четвертой позиции, Николаева на шестой. Но в общем зачете Николаев продолжает лидировать с отрывом от соперников. Сегодня на Дакаре день отдыха пилоты могут немного перевести дух. Старт юбилейного ралли выдался как никогда напряженным. Ветераны спорта дают форму молодым. В легкоатлетическом манеже Казани прошел необычный забег. 26 участников соревновались между собой на дистанции тысячи метров. Все они приехали поддержать своего друга, знаменитого спортсмена Ахмета Сиразиева. 90-летний житель Казани единственный в мире чемпион среди ветеранов. Сразу в двух видах спорта. В легкой атлетике и в лыжных гонках. Уникальное то, что этих званий Сиразиев добивался в течение одного спортивного сезона. В 90-е годы, а потом уже в 21 веке, он в общей сложности 17 раз выиграл золото в лыжных гонках и 12 раз по бегу. 90-летний спортсмен до сих пор не мыслит своей жизни без ежедневных тренировок. Бежал со шведами, это скандинавы, это хорошие лыжники. Они прямо-таки, можно сказать, утром бегают уже с матерью на лыжах, можно сказать. Вот с ними у меня было очень большое волнение всегда. А завтра в баскет-холле сборная России по гандболу сыграет команда Финляндии. Встреча в мужских сборных имеет статус квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года. В этом году цель российской команды под руководством олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова вернуться в элиту мирового гандбола, выступив на чемпионате мира. В одной группе с Россией также выступают сборные Словакии, Финляндии и Люксембурга. Победитель выходит в стыковые матчи за путевки в финальный турнир чемпионата мира, который пройдет в Дании и Германии. В настоящее время сборная России одержала три победы подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Холодный антициклон продолжает управлять погодными процессами в Татарстане. В республике значительно похолодало. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер. Восстание 23. Телефон 2. 167. 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода днем на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево будет ясно и без осадков. Столбики термометров покажут 22 градуса ниже нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и 21 градус мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызии, Менделеевске будет малооблачно, днем с небольшим снегом и 22 градуса ниже нуля. Морозная погода сохраняется и на северо-западе республики. Тут будет ясно и 19 градусов мороза. На юго-западе, в Болгарии, Буинске и Држаном, столбики термометров покажут минус 19, днем возможен небольшой снег. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет малооблачно и 20 градусов ниже нуля. В последующие дни температура немного повысится, но одевайтесь теплее, берегите себя. В Казани будет малооблачно, в первой половине дня возможен небольшой снег. Температура воздуха минус 17-19, ветер северо-западный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%. Магнитные поля Земли спокойные. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин